Все. Я Раиса Синицына. Родилась 20 августа 1924 года в городе Шамаха в Азербайджане. Там, где жили мои родители. Моя мама Синицына Любовь Ароновна, врач, работала тогда в маленьком городке в Азербайджане. И первые годы моей жизни мы переехали в город Баку, где я училась в школе. В 1936 году семья переехала в город Ленинград. Родители в это время разошлись, и я все время жила с моей мамой. Началась война. 22 июня 1941 года я окончила 9 класс, перешла в 10 класс. И Ленинград еще не понимал, что это будет долго, что война будет тяжелая. И только в июле, в августе начали ополчение, начали уходить люди на фронт. Начался и Ленинград замкнулся в кольцо 9 сентября 1941 года. Моя мама, врач, родилась в 1894 году. А был такой закон. Врачи, женщины призывались в армию только до 45 лет. А ей уже 45 лет исполнилось. Она могла и не идти. Она пошла добровольно в советскую армию. А я, меня она привела в госпиталь. И я, и такие подруги, как я, которые перешли в 10 класс, нам было 17 лет, работали санитарками. Мы делали все, что надо. Сказать, что в блокадном Ленинграде трудно было жить и служить, это не то слово. Нас, конечно, оформили солдатами, потому что мы получили форму, мы получили пропитание солдатское. И началась наша работа. Мы делали все в госпитале. Мы мыли палы, мы стирали бинты. Мы с носилками солдат носили из грузовиков в приемный покой. Мы делали такую работу, которую сейчас уже трудно себе представить, что мы могли. Это девочки 17-18 лет. Я очень хорошо помню, как к нам пришла секретарь комсомольской организации и сказала, девочки, у кого есть силы, надо в 42-м году ходить по домам и искать живых на мертвых. Температура была минус 45-44. Все замерзало. В городе не работал водопровод, не работала канализация, не работал свет, ничего. Двери в квартирах нигде не закрывались. Мы должны были в темноте зайти в какую-то квартиру и на ощупь смотреть, кто живой, а кто мертвый. Живых детей мы брали на руки. А если это были трупы взрослых, мы, девочки, не могли их даже поднять с третьего, с четвертого этажа. В Ленинграде в то время было так. Каждый район имел какое-то место, куда сволакивали и носили умерших людей. И солдаты один раз в неделю приезжали с грузовиками, бросали трупы и возили их закапывать на кладбище. И поверьте, не только Пискаревская. Вокруг Ленинграда было Охтинская, Преображенская закрытая, бывшая еврейская. Смоленская, Охтинская. Вокруг Ленинграда очень много было кладбищ, а земля была замерзшая. Динамитом взрывали солдаты землю и в эти ямы бросали трупы людей. Сколько их было, никто не считал. Фамилии никто не знал. Раньше говорили, 700 тысяч погибло, потом миллион, потом полтора миллиона. Сейчас говорят, что погибло больше, чем 2 миллиона. Никто их не считал. Пискаревское кладбище – это мемориал. Это понятно. Но погибло гораздо больше. Я очень хорошо помню, что эвакуация из Ленинграда началась где-то в июле-августе. Эвакуировали заводы на Урал. И эвакуировали детские ящельки и детские сады. Значит, была такая станция Московская товарная. Там, где были вагоны без удобств. Туда привозили детей без родителей. Родители рядом. Ребенку 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет. Родители, мамы, бабушки все рыдали и плакали. А мы должны были этих детей посадить в эти вагоны, чтобы их вывезти из блокадного Ленинграда. На пальчишке были нашиты номерки и фамилия, имя, и когда родился, и адрес. На вокзалах стоял не крик «вой!». Рыдали дети, рыдали родители, кричали. Но мы этих детей сажали. Ехала заведующая садиком, повар, няни, все. И мы этих детей сажали, и было несколько таких эшелонов, которые не могли уже прорваться. На станции МГА немцы уже закрыли выход. И два или три эшелона разбомбили. И вообще мы не знаем, куда делись эти дети до сегодняшнего дня. Во время войны в Ленинграде был голод невероятный. Я не хочу даже говорить, потому что все, что написано, это все не то. И только вот в этом году, в 1916, очень старый писатель Данил Гранин в Берлине встал и сказал, что да, я видел, что было и людоедство. Оно было небольшое, но человек во время голода не может иногда управлять собой. Это было очень страшно. И не страшны были бомбежки, потому что перед тем, как самолеты появлялись над городом, включалась сирена, которую мы помним до сих пор, и появлялись самолеты. Страшны были артобстрелы, потому что в Ленинград стреляли с финской стороны и со стороны Дудергофа. Там была Воронья гора. Это Ленинград, это пригород Ленинграда. Ведь немцы стояли рядом с городом. Итак, один удар, неизвестный. Все, кончилось. Три раза они постреляли, и все. Потом мы вышли, и они вдруг решили, что вот этим снарядом я была ранена первый раз. Это был 42-й год, 11 декабря 42-го года. Меня нашли, поволокли в госпиталь. Госпиталь, я помню, был дом культуры, хлебоприкарной помышленности на улице Правды, потому что в Ленинграде все дома культуры, все школы, все госпитали были для раненых. Я там пролежала, молоденькая, и опять в армию. Второй раз меня ранило уже в 43-м году. Опять при артобстреле. Вот как будто кончено. Не стреляют. Раз и постреляли. И в самый центр города. Конечно, очень было все нелегко. Это не то слово. А разве кто-то может сказать, как солдат привозили с дистрофией. И солдаты умирали от голода. Потому что солдату паек, который давали в блокадном Ленинграде, не достали молодые ребята. А голод был так. Или это кахексия, или человек высыхал, и получалось кожа и кости, а некоторые пухли. И они были как бы синего цвета и налиты водой. В двух видах. А как было, когда в Ленинград, перед самой войной, ведь раньше как было, мобилизовали в Средней Азии. Значит, мальчики молодые, из Узбекистана, из Таджикистана, они не привыкли ни к холоду, ни к голоду. И они первые, первые начали страдать от этого и умирать. И к нам в госпиталь привозили измноженных, источенных, которых мы должны были. Кончилась война. 45-й год. Куда идти учиться? У меня даже нет 10-ти классного образования. 9 классов я окончила, и всё. Но в Ленинград приезжали очень много институтов, которые уехали во время войны. Студентов нету, а институт приехал. И работал в медицинский педиатрический институт, куда я подала документы в 45-м году. И в 49-м году я его окончила. Я окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт. Я работала после этого 50 лет детским врачом. Сказать, что это династия, мама была врачом, моя дочь теперь врач, не знаю. Но тогда мне казалось, что это единственное, что я могу сделать. Приехали мы в Израиль в 92-м году. Моя дочь, моя внучка и я. Три человека. Мы здесь не имели ни родственников, ни знакомых, никого. Мы приехали сюда и в Холон, потому что у моей дочери была подруга в Холоне. И с тех пор я как врач уже здесь не работаю. Я нашла свое место в нашем союзе инвалидов войны. И моя задача все эти 25 лет быть полезной людям, которые воевали. Сейчас их мало. Это закономерно. Люди уходят. Я не хочу говорить цифры. Но самые молодые это 90, 92, 93. Остальные ушли на небо. Что я делала? Я была солдатом из госпиталя в госпиталь. Что я делала? Я ухаживала за больными, я вынимала горшки, я стирала бинты, я мыла полы, я носила раненых. Это то, что делает солдат. Что я могла делать? Я не была ни медиком, ни кем. Я всю войну прослужила солдатом. В Ленинграде были такие войска обороны города Ленинграда. Ленинград был вот в таком кольце, и мы были, я была солдатом этих войск, войска обороны Ленинграда. Я рассказала о том, что было в Ленинграде, потому что только тот человек, кто прожил все эти годы в Лакаде, может помнить и знать, что там было. Я помню очень хорошо, что в 42-м году, в октябре месяце, я служила в госпитале, который находился в здании Планово-экономического института на Петроградской стороне. госпиталь был, четырехэтажное здание, было очень много раненых. Были солдаты без рук, без ног, и вдруг ночью началась бомбежка. Бомбы полетели на крышу, зажигательные. А так как здание было новое, то они проходили через четвертые, через крышу и падали, начался пожар. Началась паника. Это ужасно. Паника. Бомбят. Начали выползать люди из здания. Те, у кого были ноги, носили те, у кого были руки, и одна дверь была открыта внизу. Паника – это страшная вещь. И вот перед этим зданием была площадь. Все раненые были в белых кальсонах и в белых рубашках. И вот на площади выползало сотни вот этих белых тел. И мы, девочки, конечно, тащили, всех их на себе вытаскивали. Я очень хорошо это помню, потому что это было страшно. И когда полная площадь была белая, самолет спустил осветительную ракету. Никто не знает, что это такое. Осветительная ракета, она осветилась синим светом ярким. Все. Получилось все, как на ладони. Висит эта ракета, эта лампа. Это так страшно. И в это время самолеты начали бомбить вот именно это. Ни одна бомба не попала сюда. Сюда, сюда, сюда. Все. А этот, это... Мы помним эту ночь. Это было ужас. А потом, что делать? И вот люди, которые жили в соседних домах, начали к себе затаскивать этих безногих раненых, безруких раненых, без сознания. Мы целую неделю ходили по квартирам и искали этих раненых, потому что они их обмывали, они их кормили, они... Но нам надо было. Это было такое страшное. И в эту ночь бомба попала, рядом был зоологический сад. И попала в слона. И слон ревел, раненый слон. Это было вообще... Ну что я делала? Я делала все то, что делают солдаты, то, что делают санитарки. Я могу рассказать, какая началась цинга. Ведь что бы ни делали, не было ни овощей, ни фруктов, ни витаминов, ничего. Начали люди, солдаты, раненые, болеть цингой. Что делать? Солдаты пошли вокруг Ленинграда или в парках много сосна и елка. То есть это деревья хвойные, хвоя. И в хвои много витамина С, аскорбиновой кислоты. Они рубили эти ветки, приносили к нам в госпиталь. А у нас уже были ванны, такие, которые приволакивали. Мы эти ветки мыли и заливали кипятком, ведрами. И через 24 часа эта жидкость была зеленая, вонючая, горькая, но там был витамин С. И мы брали ведро, кружку, ходили от палаты в палату и заставляли раненых пить это. Это прокирали, активная, вонючая, горькая. Но мы стояли, потому что это защита, и мы должны были. Тоже не хотелось. Наша работа. А бинты кровавые надо было отмачивать. Потом сначала в холодной воде, потом в горячей воде, потом их всирать. У нас руки были все в кровавых мозолях. Потом надо было их сушить, потом надо было их сворачивать. Это что мы делали? Вот все четыре года мы это делали. Моя мама, Любовь Ароновна Синицына, родилась в семье очень бедных людей, которые переехали из Белоруссии в Баку. Когда она родилась? Она родилась 10 апреля 1896 года. Где? В семье в Чаусах Могилевской губернии Белоруссии. Дедушка Арон Моисель Синицын и 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей и всех перевез в город Баку. Работал ночным сторожем на нефтяных промыслах. Больше о ней. Всем детям старался дать профессию. Но очень бедные были, жили в очень бедности большой. маму, как самую маленькую, худенькую, когда ей было 6 лет, взяло бакинское еврейское общество, у которых были деньги, и они взяли девочку, чтобы она училась за их счет, и определили ее в гимназию самую дорогую. и ее одевали, она рассказывала, ботиночки делали, форму, все, все за счет еврейского благотворительного общества. В Баку было очень много богатых еврейских банков, семей, очень много. рядом были нефтяные промысла, которые давали миллионные деньги. И мама закончила классическую гимназию, она закончила, когда ей было 16 лет, и она хотела быть врачом. Но для этого надо было еще сдать математику, и латинский язык по программе мужской гимназии. Она сдала, и в это время была революция, 1917 год. Она поехала в Белиси, тогда Тифлис, и поступила в университет, на медицинский факультет. И когда она закончила, в 22-м году, она распределилась в самый далекий городок, где давали побольше денег. Это был город Шумаха, где я родилась. После этого она работала в городе Баку. Долгие годы она была детским врачом. А в 34- 35- году она разошлась с моим папой. Фамилия отца Зельдин Борис Ефимович. Но я ношу фамилию мамы. Все носят фамилию мамы у нас. И он был фармацевтом, провизор. Но он очень хорошо знал математику. И когда ему было 35 лет, он уехал в Ленинград и поступил в Ленинградский политехнический институт. Это последний год, где брали 35 лет. И он закончил его. ГВМ Маме. Конечно, помогала мама и все, но они разошлись. Мама жила в Баку, а он уехал в Ленинград. А в 34-35 году мама взяла меня и тоже переехала в Ленинград. папа во время войны с заводом эвакуировался. был начальником цеха оптика механического. Ну, был инженер хороший. Но они разошлись. И я воспитывалась и воспитывалась моей мамой и ее семьей. Маме 10 апреля 41-го года, когда началась война, исполнилось 45 лет. По закону того времени она уже как врач в армию не призывалась. И вот я очень хорошо помню, 20 августа мне исполнилось 17 лет. Она подошла ко мне и сказала, я иду добровольно в армию врачом. Она могла не идти, так как призывали после 18 лет в армию. мне было 17 и она могла. Она взяла меня за руку, повела к начальнику госпиталя ее товарищей и говорит, вот моя дочь, она будет тоже служить. Вот так я попала в 17 лет добровольно в армию. Я уже после войны закончила вечернюю школу 10-й класс. Потому что начали проверять документы, когда я уже была на третьем курсе. не только я, многие не имели 10-го класса. Мы после вечерней школы и все закончили 10-й класс. Говори о маме. Мама после войны, во время войны она служила начальником медико-санитарного батальона Волховского фронта. Я могу сказать, что во время войны, до войны мама была полная выше меня. А я помню, у меня вот фотография, она весила 48 килограмм. Это была кожа и кости. Это был 42-й, 43-й год. После демобилизации во время войны мы все в Ленинграде потеряли, дом разрушен, ничего нет. И мама пошла работать на Карельский перешеек. Там, где после финской войны около Выборга она была главным врачом санатория. И она работала еще после войны, когда ей уже было немало лет. А потом так через нее проехало ленинградское дело о евреях врачах. В 50-м году ее уволили с работы. Она была инвалид войны, член партии, врач. Но так как она еврейка, а всех евреев увольняли, то ее уволили с работы и посадили в психиатрическую больницу. Это был 1951 год. Как она оттуда вышла, это уже другая история. Но она не захотела больше жить в Ленинграде. в городе, где она воевала и где так жестоко не только с ней, это уже другая история, как моего ректора Ленинградского педиатрического института профессору Менделеву Юлию Ароновну в сентябре уже 50-го года вызвали вызвали в Москву посадили подвалы и через два месяца она умерла в Москве как американская шпионка. Но это уже другая история. Много мы перенесли евреев в Ленинграде в эти годы. и мама сказала я не хочу больше жить в Ленинграде. Она уехала на Украину, она жила в городе Днепропетровске и до последнего своего дня жизни она возглавляла поликлинику на общественных началах первую и на Украине. Она шла к врачам которые были на пенсии и они работали. Она работала ну здесь говорят и на тву то есть без ну на общественных началах она была 20 лет главным врачом поликлиники в Днепропетровске. Она до последней минуты своей жизни была врачом и она была воином. Она по жизни шла очень смело. Мама работала начальником медико-санитарной части к ней привозили приносили раненых больных она смотрела оказывала первую помощь и отправляла дальше в госпиталя потому что у нас были первая часть вторая часть третья часть и у нее солдатами были как я сейчас помню два старика которым было 55 лет потому что у нее машины не было было две лошади а молодые солдаты боялись к лошади даже подойти так далее эти двух их призвали из Сибири двух старых людей но они из деревни они лошади потому что на лошади она клали больных раненых и отправляли дальше она работала врачом у нее были санитарки у нее были врачи она была начальником распоряжалась это все она была она перенесла тяжелую дистрофию то есть она голодала как мы встречались она на одном фронте я в Ленинграде когда-нибудь один раз в три в четыре месяца она приезжала но так как она была офицер капитан она получала офицерский паек офицерский паек это 100 грамм масла меграмм масла пачка печенья еще что-то сахар и она привозила мне потому что я голодала я тоже была вот такая встречались как она в одном месте я в другом месте я на Ленинградском фронте она на Волховском фронте но это рядом Волхов и Ленинград соседние соседние фронты я могу сейчас вам помню это никому не нужно фамилия начальника госпиталей где я была вот помню я это не надо я номера госпиталей где я служила 3-4 один госпиталь он назывался номер 1170 и 1171 он был основан еще Петром первым этому госпиталю было 250 лет во время войны конечно это были старые здания стены были вот такие было 200 лет этому госпиталю но это был госпиталь всегда а во время войны школа была госпиталь институт был госпиталь дворец культуры был госпиталь все там где можно поставить кровать где можно все вот например у нас не было столовой только больные лежали 4 этажа раненых а еду готовили на другой стороне улицы и потом ведрами три раза в день носили мы эти ведра туда и развали потому что это работа работали так как мы делали тяжелую работу мы делали очень тяжелую очень тяжелую это жалко что я такой что я такой я очень рада что я сегодня могу с вами разговаривать потому что многие годы я искала связи с людьми из армии и мне это было трудно потому что я только живу и занимаюсь инвалидами войны города Холона а их очень много и очень многое я только сейчас узнала ведь там где мы жили мы немного знали и о еврействе то есть я знала что мы евреи мы были ассимилированные евреи то есть мы иногда дедушка бабушка они соблюдали я например знаю что мама которая получила образование светское в Йон-Кипур она держала пост и она и я и все Йон-Кипур ей сообщали потому что мы говорили о музее мама нет потому что мы не знали что о евреи во время войны этого мы не знали мы только здесь узнали что еврейские бригады были в Англии еврейские бригады были в Канаде что много евреев воевало в эту войну мы этого не знали и поэтому то что мы сейчас знаем это хочется чтобы это осталось на долгие годы вперед я считаю что то что я увидела вас и то что вы сказали что в Латруне будет какая-то часть посвящена евреям фронтовикам должен быть музей я считаю что это большое дело что должен быть музей конечно может быть я не должна об этом вам сейчас говорить но в нашем маленьком клубе который представляет из себя одну комнату 3-4 человека которые еще могут что-то делать думать мы делаем маленькую выставку людей которые воевали одни живут здесь их 20 человек ушло 100 человек но здесь остались их дети их внуки их соседи и я считаю что это великое это большое дело это очень большое дело я считаю что мне было очень обидно когда мне сказали яблотруни никогда не было но мне сказали выстроили прекрасное здание великолепное там проходят съезды там все но самой самой сути музея еще нет собирают только надо это торопить потому что почему ты считаешь что музей должен быть потому что должна быть сохранена память об этих людях об этом скажи об этих людях евреях да да о людях евреях потому что вы меньше знаете чем я потому что вы жили в другой стране и воспитывались а я например знаю что евреи были только в Ташкенте евреи только торговали евреи не воевали евреи жулики евреи бандиты все я могу вам сказать вот буквально три дня тому назад я для того чтобы людям что-то рассказать я приготовила лекцию которая называется лауреаты Нобелевской премии которые спасли человечество это сейчас не квест я хочу тебе сказать я не знаю как на иврите есть ли такая болезнь чума черная чума есть как на иврите или английском это не важно важно чума холера сифилис туберкулез это заболевания которые опустошали страны и пять ученых которые сделали прививку против этих страшных все пять были евреи все пять человек были евреи и я считаю что должны это люди знать должен музей существовать и если через 15 лет внуки правнуки кто-то придет они должны увидеть знакомое лицо и подумать что это мой прадедушка это моя мама это моя бабушка я считаю что это великое дело я например вам очень благодарна это судьба гораль да судьба что вы встретили мою дочь а ушел из жизни не дай бог шелом через шелом и я знала что творится в латруне шелом за ним любил это дело делал это все а теперь я не знаю когда перевели сколько нас туда перевели где эти все все фотографии где мы родились где мы воевали все передали в латрун 10 лет тому назад или 5 не знаю все я только что евреи давай я рада что я могу сказать что создание этого музея оно необходимо для тех людей которые будут это помнить люди не вечны уходят и идет следующее поколение которое должно знать о героизме о том что почему я делаю акцент на еврействе потому что много веков много веков евреям не давали продвигаться вперед не давали получать высшее образование веками не годами а веками и поэтому я считаю что создание этого музея это большое счастье я считаю для всех евреев которые помнят что была война не только тех кто воевал а тех кто и соседи и родственники большое вам спасибо я считаю что судьба дала мне счастье что я с вами сейчас встретилась я Продолжение следует...